Как представлюсь, меня зовут Суменков Алексей. Я являюсь директором по развитию компании ООО «Голдлайн» и также являюсь учредителем данной компании. Надеемся, что такие мероприятия, как сегодняшние, будут у нас неоднократно повторяться, и мы будем проводить такие мероприятия в Москве, и в Киеве планируем, в Казахстане. Об этом мы обязательно поговорим немножечко позже. И хотел бы сразу же начать с анонса сегодняшнего мероприятия. То есть на сегодняшней встрече мы бы хотели обсудить или рассказать вам об истории создания нашей компании, о ее структуре, о партнерах, о текущих достижениях и планах на будущее. Также поговорить о юридических вопросах касаемо легальности и деятельности компании. Это самый наболевший вопрос, который на сегодняшний день массируется в средствах массовой информации и в сети интернет. Ну и, конечно же, познакомиться лично, потому что уже на протяжении 10 месяцев, вы знаете, мы не афишировали, скажем так, мы не были знакомы, не показывались лично, как руководители компании. Но, видимо, время пришло познакомиться и есть о чем поговорить. Итак, об истории проекта. История проекта началась летом 2011 года. Могу сказать с уверенностью, что мы не держали, не вынашивали планов по созданию компании Goldline на тот момент. То есть у нас даже не было близко конкретной цели создать такой проект на Goldline, но, как это часто бывает, случайность. Но все случайности, они в нашей жизни не случайны. Обо всем по порядку. В то время, в 2011 году, мы с нашей командой программистов, маркетологов активно трудились над другими нашими собственными проектами, которые сегодня успешно работают на рынке туризма и совершенствуются. Я коротко расскажу об этих проектах и людях, которые принимали в них участие, принимали участие в их создании и развитии. Для чего расскажу? Для того, чтобы сформировать у вас четкое представление о структуре организации нашей компании, дабы не складывалось никакого впечатления, что два человека смогли реализовать столь сложный продукт и объединить сотни тысяч людей на своей платформе в стремлении помогать друг другу, оказывать финансовую помощь. Итак, Голдлайн стал продуктом идей, опыта и усилий многих специалистов, работающих в холдинге компании Grand Travel Group. Что такое Grand Travel Group? Именно с туризма в 2008 году началась наша деятельность с руководством нынешней компании Голдлайн, генеральным директором, которая по ходу выступления представлена техническими специалистами. Итак, тогда мы решили организовать собственное туристическое агентство, которое бы продавало туры онлайн. И мы внедрили в разработанный нами маркетинг-план в стандартную систему работы обычного туристического агентства. Данное туристическое агентство работало с полным циклом подбора, бронирования, оплаты тура. И данный продукт мы усилили очень хорошей партнерской программой, очень хорошим маркетингом в планах. Туристическая компания Grand Travel Group была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в 2009 году, в июне. Успешно применив грамотный маркетинг, нам удалось за короткое время привлечь достаточно большую аудиторию, которая на то время составляла порядка 90% исключительно из представителей сетевого бизнеса, из которых только, наверное, полпроцента представляли вообще, что такое туризм в целом. У нас, конечно же, в первую очередь не рисовало развитие туристической структуры и привлечения, и объединения туристов, именно туристов на платформе Grand Travel Group для развития нашего бизнеса. Тогда к нам пришло некоторое озарение и понимание того, что наш бизнес, именно наш сервис компании Grand Travel Group нужно было повернуть лицом именно к сторону туристов. Именно мы были вынуждены тогда полностью пересмотреть маркетинг и поставить на первый план туристический сервис. А бизнес ради бизнеса, к которому мы так привыкли тогда, и который так увлекательно продавали друг другу сетевики, от этого нам немножко пришлось уйти в сторону. И это дало свой результат. Именно туристы откликнулись тогда по достоинству, оценили наш продукт онлайн-сервиса, бронирование, и освоили партнерскую программу, и стали на этом активно зарабатывать. Что и позволило в дальнейшем нам существенно увеличить целевой трафик нашей аудитории и расширить географию нашего обслуживания. География обслуживания компании Grand Travel Group – это вся Россия и страны СНГ. Вместе с тем росла техническая оснащенность и производительность наших сотрудников. Наши технические специалисты разработали и создали практически с нуля незаменимый инструмент управления, который позволил автоматизировать практически весь бизнес-процесс туристического агентства. В результате всего лишь один менеджер отдела бронирования нашей компании в состоянии был обрабатывать в десятки раз больше туристических заявок, нежели среднестатистическое туристическое агентство. Уже через год тысячи партнеров компании Grand Travel Group активно рекламировали наши сервисы и зарабатывали на этом хорошие деньги. В 2011 году в среднем около миллиона рублей наша компания выплачивала в качестве вознаграждения нашим партнерам. И, наверное, не случайно в 2011 году, кстати, 22 сентября, спустя лишь всего два года после начала нашей работы, компания Grand Travel Group была признана лучшей международной туристической компанией года как победитель премии My Travel Planet Wars. Кстати, премия была, конкурс проводился компанией телеканала Моя Планета. Все о нем прекрасно знают. Итак, вскоре мы поняли, что тот самый продукт, тот самый инструмент, который мы разработали для собственных нужд, оказался действительно незаменимым решением для всех без исключения туристических агентств. Нашим первым же клиентом стал один из крупнейших туроператоров в Санкт-Петербурге, который также развивает онлайн-продажи туристических путевок. Стало очевидно, что это не просто полезное решение, а по-настоящему коммерческий продукт B2B. Связав кабинет управления услугами и системой поиска туров и дополнив его персональным кабинетом клиента, мы запустили первую коммерческую версию этого программного продукта. На сегодняшний день мы активно развиваем это направление бизнеса. Данный проект принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Планета Софт», учредителями которой мы также являемся. Еще одно полезное решение для туристов и для туристического бизнеса, над которым мы работали от рождения идеи и до сих пор продолжаем работать, это автогейт. Это тоже программный продукт. Когда-то это было просто хобби, наше хобби. Сегодня это незаменимое устройство для всех путешественников, а также инструмент для увеличения продаж и развития бизнеса различных компаний, работающих в сфере туризма. Ну, такие как агентства по аренде автомобилей, отели, туристические агентства. Для рекламодателей автогид – это прежде всего инновационная рекламная площадка, эффективная рекламная площадка, которая с достаточно высоким коэффициентом конверсии. Теперь, на сегодняшний день, у туриста появилась возможность самостоятельно посещать множество экскурсионных мест без гидов и туристических групп, при этом тратя на это в 5-10 раз меньше средств, чем при покупке стандартной экскурсионной программы у туроператора. Автогид был создан на базе GPS и содержит сотни туристических объектов и экскурсий, записанных в профессиональные студии, а также другие интересные для любого путешественника объекты. Проект «Автогид» развивается уже 3 года и сегодня насчитывает команду из более чем 10 человек. Это и программисты, и картографы, и контент-менеджеры, и дизайнеры, и многие другие. Проект находится в тесном сотрудничестве с организацией, предоставляющей нам активный материал, уникальный, а также со студиями звукозаписи. Также нашими постоянными клиентами являются компании из Англии, Соединенных Штатов Америки, Греции, Новой Зеландии. Для полноценной работы «Автогид» были разработаны и созданы системы управления устройствами, бизнес-логикой на базе современных технологий, уникальная система обновления и лицензирования устройств и многое другое, другие сопутствующие инструменты. Проект «Автогид» принадлежит также обществу с ограниченной ответственностью, медиагид, также учредителем, которым мы и являемся. На сегодняшний день мы имеем филиал, собственный филиал в Греции, в Афинах, и представительство на Гипре. Возможно, кто-то из вас уже сталкивался в отпуске с нашими продуктами, если нет, то, скорее всего, в ближайшее время столкнется. «Автогид» будет развиваться на территории Испании, Италии, Израиля, Германии и других европейских стран. Еще одним логичным, наверное, дополнением ко всем этим туристическим продуктам, наверное, было бы, это создание собственной социальной сети, над которой мы сегодня и работаем. Теперь самое время все-таки рассказать, как родился сам проект «Булклайн». Как мы уже сказали, история его началась летом 2011 года. Именно тогда нам в поле зрения попал в некий проект в интернете, который представлял собой, скажем так, ничтожную попытку реализовать очень даже гениальную идею и воплотить в жизнь мечту каждого живущего на планете человека. Мечту, которую можно сформулировать следующим образом. Как было бы здорово, если бы все люди на земле подарили мне по одному рублю. И, возможно, это так и осталось бы незамеченным нами, если бы в полное отсутствие у этого проекта автоматизация. Но, как вы уже поняли, из предыдущих проектов мы очень любим все автоматизировать. И, возможно, когда мне мой партнер прислал ссылки по данному проекту, мы, конечно, немножко посмеялись над его реализацией и, в принципе, забыли о нем, казалось бы, но ненадолго. В течение недели мы работали над этой идеей, и уже спустя неделю, дней 10, мы разрабатывали техническое задание по реализации этого проекта, который мы сегодня с вами наблюдаем. Уже на стадии проектирования были четко определены следующие положения. Во-первых, проект должен быть абсолютно легальным, как на территории России, так и других стран. Проект должен быть абсолютно автоматизирован и не должен зависеть от человеческого фактора. Проект должен быть интересен и доступен для широкой аудитории, а не для ограниченного округа людей. Проект должен иметь исключительно простой маркетинг и элементарную систему дупликации, что позволило бы распространяться ему со скоростью вируса. С этого момента началась разработка системы Goldline. В процессе работы мы перебрали десятки вариантов дизайна и сценариев. Юристы дотошно выверяли схему нашей работы и взаимоотношений с партнерами, ну и, соответственно, с законодательствами некоторых стран. Было потрачено сотни человек и часов на разработку технической и логической части проекта. Спустя три месяца, в ноябре 2011 года, как вы знаете, проект был запущен. С первого дня стало понятно, что все наши расчеты были верны. И более того, проект показал удивительные результаты. В первый месяц доход компании в пять раз превысил ожидаемый. Мы поняли, что дали людям тот проект, который им действительно был нужен и который они ждали. Проект, который был абсолютно честным и исключительно прозрачным. Проект, который кардинально отличался от многих известных хайп-проектов и финансовых пирамид. Люди всего мира получили потрясающий продукт, полностью реализовавший идею, о которой очень легко и совсем не стыдно рассказывать другим. Идею, которая приносит реальные деньги. Словом, блок-лайн представлял и представляет собой учет взаимных финансовых обязательств участников, согласно общим правилам системы, которая позволяет любому желающему безвозмездно оказывать финансовую помощь людям и получать ее в свой адрес. Мы автоматизировали и заставили работать кажущуюся, на первый взгляд, абсурдной и нереальной самому мысль о том, что человек способен добровольно дарить деньги незнакомым людям и получать от этого огромное удовлетворение. Главной идеологией проекта Глублайн с самого начала является именно оказание финансовой помощи, а не получение прибыли. Достаточно продолжительное время в процессе становления компании мы не афишировали имена и лица руководителей на нашем сайте, не проводили публичных открытых мероприятий и не выступали перед широкой публикой. Возможно, многие из вас считали, что администрация не принимает прямого участия в развитии компании, действуя через каких-либо доверенных лиц. Конечно же, это было совсем не так. Каждый из вас косвенно или прямо знаком с человеком под именем комиссаров Александр, который постоянно находился рядом с вами. Это псевдоним нашего генерального директора из учредителя компании. Хочу представить его Артем Зайцев. Он сейчас расскажет вам о результатах, которых мы достигли за все это время работы и о планах на будущее. Скажу сразу, этот псевдоним к нему приклеился еще в 2008 году, когда мы с ним начали работу по компании Grand Travel Group, поэтому в этом нет ничего плохого. Познакомились мы с ним в 2007 году и, честно говоря, спустя только полгода, вернее, в момент только запуска компании Grand Travel Group, я сам узнал реально имя этого человека. И, честно говоря, я его так и называю, Александр Комиссаров, что по-другому я уже не могу, просто привык. Поэтому я приглашаю Артема Зайцева для дальнейшего выступления. Он расскажет о том, что было сделано и то, что необходимо нам в этом году сделать. Продолжение следует...